СМОЛЕНСКОЙ АЭС СМОЛЕНСКОЙ АЭС делится опытом бережливости. Жизнь, она учит нас всех. Тому, если кто забывает свою историю, то вы любите. Летопись истории Атомграда. Я постаралась, получила диплом, и, пожалуй, это меня радует, и я в дальнейшем буду пытаться продолжать работать. Итоги муниципального этапа фестиваля изобразительного творчества «Арт Атом Сити». Мне бы хотелось, чтобы вот эту работу вашу люди понимали и чтили. Чтили за то, что вы восстанавливаете нашу память. Юбилей поискового отряда «Обелиск». На плановом совещании с руководителями подразделений директор СМОЛЕНСКОЙ АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 25 энергоблоков, в ремонте 10 энергоблоков. Суммарная мощность по концерну 22 388 мегаватт. Суммарная выработка 55 488,7 миллионов киловатт-часов, что соответствует 104,2% к заданию ФАС. О техническом состоянии СМОЛЕНСКОЙ АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 2 энергоблока, суммарная мощность 2096 мегаватт. Выработка электроэнергии СМОЛЕНСКОЙ АЭС за 2 дня апреля составила 50 миллионов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 4 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке СМОЛЕНСКОЙ АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. СМОЛЕНСКОЙ АЭС Работа у нас, в принципе, это построено уже на систематической основе. Персонал наш привык этим заниматься, что самое главное, включился в работу. Представители теплоэнерго и евросхолдинга побывали на производственных участках СМОЛЕНСКОЙ АЭС, на славском хозяйстве, пообщались с лидерами по внедрению производственной системы Росатома. В центре внимания коллег были вопросы управления эффективностью, целеполагания, организации ремонтов, автоматизации процесса подачи предложений по улучшениям фабрики идей, а также система подготовки методологической базы, обучения, мотивации и вовлечения персонала в бережливое производство. Это не первый визит представителей компании Евросхолдинг на Смоленскую станцию. На примере нашего предприятия они уже изучали инструментарий производственной системы Росатома в ремонте, в славском хозяйстве, в систему 5С. Уже есть опыт определенный, мы уже калибруемся, сравниваем с тем, что знаем сами, поэтому хочется, наверное, какие-то фишки найти с тем, чтобы сделать свой инструментарий более понятным, более эффективным. На сегодня одна из целей – это перенять опыт по построению дерева целей. Мы в настоящее время только занимаемся созданием своей системы мотивации на основании пересмотра вообще организационной эффективности компании. По словам генерального директора акционерного общества «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, их компания находится в начале создания собственной производственной системы. Именно поэтому, чтобы быстро развиваться и достичь желаемых результатов, они обратились к передовым практикам, где лидером, безусловно, является Росатом. Сейчас мы во многом для себя оценили, мы будем применять этот опыт в части мотивации, обучения, ремонта, оборудования. То есть, на самом деле, очень много что для себя оценили. Хотелось бы сказать большое спасибо, что вы приглашаете людей, потому что это действительно очень большой обмен опыта. В Десногорске награждены победители и призеры федерального этапа третьего всероссийского конкурса «Слава Созидателям», организованного госкорпорацией «Росатом». Честование состоялось в Центре культуры и молодежной политики. История участия школьников Десногорска в конкурсе берет свое начало в 2016 году. Он создан при поддержке госкорпорации «Росатом». За время существования проекта «Детьми» было снято огромное количество видеороликов. Это работы о живой истории, становлении и развитии атомной отрасли, о рождении нашего города. Рассказы людей смогли создать уникальный архив воспоминаний. Давайте посмотрим на наш город. Давайте посмотрим на тех людей, кто этот город строил, кто эту станцию строил, поднимал. Кто сейчас ее содержит и поддерживает. Кто болеет за наш город, за нашу станцию. Вот они, они здесь у нас, мы их награждаем. В 2018 году в муниципальном этапе конкурса «Слава с изидателем» приняло участие 25 школьников. Отснято 22 видеоролика. Из 10 работ победительниц, прошедших на федеральный этап, жюри отдало предпочтение трем видеороликам. Лауреаты конкурса получили ценные призы – смартфоны, планшет и путевку в детский оздоровительный лагерь. А героям интервью, ветеранам, первостроителям и почетным жителям города были вручены цветы и благодарственные письма. Я думаю, в этом акции не главная награда, то, что тебе дадут, а в том, что ты узнаешь больше о своей, можно сказать, родине. И то, что с изидателем – это все равно очень большая приятность, то, что про них вспомнили. «Наше мероприятие – это тоже элемент того, чтобы нашей молодежи рассказать о том, какой великий трудовой подвиг совершили наши тоже отцы, деды и прадеды. То, почему наш город такой красивый, такой хороший, почему так есть добрые люди». Финальным аккордом мероприятия стало музыкальное выступление вокально-эстрадного коллектива «Калибри», а также фотосессия для истории конкурса. 29 марта в Доме детского творчества Десногорска награждением победителей и призеров завершился муниципальный этап фестиваля изобразительного творчества Art Atom City среди 18 городов-участников проекта «Школа Росатома», посвященный 60-летию Атомного ледокольного флота России. Фестиваль Art Atom City приурочен к празднованию 60-летия Атомного ледокольного флота России. Мероприятие проводится среди городов-участников проекта «Школа Росатома» и направлено на развитие талантов детей и подростков в области изобразительного искусства. На втором этапе фестиваля, который проводился в Десногорске, приняли участие 49 учеников городских школ, а также представители Дома детского творчества. Участники были представлены четырьмя возрастными группами, а общий возраст художников был от 3 до 18 лет. В зависимости от возрастной группы ребята выполняли работы в номинации «Станковая живопись», «Декоративно-прикладное творчество» и «Стрит-арт». Мастерство исполнения оценивалось жюри, в составе которого были учителя и преподаватели художественного мастерства. Этот фестиваль для некоторых участников стал очередным этапом в их творчестве и стимулом к дальнейшим победам. Я буду все совершенствоваться и совершенствоваться. Не буду останавливаться и, надеюсь, еще много чего займу. Я постаралась, получила тепло и, пожалуй, это меня радует, и я в дальнейшем буду пытаться продолжать работать. Следующий финальный этап пройдет с 15 по 17 мая в городе Заречный Пензенской области. Туда будут приглашены участники, которые набрали наивысшие по оценкам жюри баллы. Поисковый отряд Смоленск АЭС «Обелиск» отметил 20-летие. Поздравить юбиляры пришли те, кто с уважением и благодарностью относится к труду бойцов, кто понимает, что историческая память и правда о Великой Отечественной войне крайне необходимы для будущего России. О долгие чести говорили атомщики. Председатель профсоюза Юрий Кузнецов, активист Совета ветеранов Светлана Тимофеева, первый командир Николай Кашкаров, а также директор Десногорского историко-кровеческого музея Наталья Демьянова, представители юнормии. Были гости из Москвы и Обнинска, руководители поискового движения концерна «Росэнергатом» Константин Журавлев и председатель Международной ассоциации молодых атомщиков Евгений Чуркин. Песни о родине исполнили ребята из хоровой студии «Жаворонок». Обелиск ведет свою биографию с 22 марта 1999 года. Поисковики действуют по велению сердца, выходят в экспедиции и на вахты памяти, изучают архивные документы, ищут родственников погибших солдат, реставрируют легендарный штурмовик Ил-2 для музея под открытым небом. Их благородное дело всегда поддерживают руководство и профсоюз Смоленск АЭС, оказывая финансовую и организационную помощь. «Мне бы хотелось, чтобы вот эту работу вашу люди понимали и чтили. Чтили за то, что вы восстанавливаете нашу память. Желаю дальнейших успехов в вашей работе. А больше медальонов, а больше это тоже для вас счастье. Вы понимаете, что вы не зря приехали, и вы что-то смогли сделать в этот поисковый сезон. А мы, руководство, будем посильно вам помогать за эту благодарную и нужную работу. Спасибо вам всем! Первая вахта памяти отрядов концерна состоялась на Смоленской земле, дав старт объединению поисковиков-атомщиков. Огромная заслуга в становлении нашего движения принадлежит в том числе и отряду «Обелиск». Потому что отряд «Обелиск» – это сейчас не просто поисковый отряд Смоленской отельной станции, это Смоленское региональное отделение нашего поискового движения концерна «Росэнергоатом». Две недели назад был подписан в Министерстве обороны план поисковых работ нашего поискового движения на 2019 год. Поэтому мы являемся сейчас полноценным участником всероссийского движения. Огромное спасибо хочется сказать руководству станции, в том числе и Павлу Алексеевичу Лубенскому, и Юрию Васильевичу Кузнецову, в том, что безоговорочно поддерживают наше движение. Приглашаем всех десногорцев и гостей города на День красоты, искусства и творчества. 5 апреля в 17.30 в Стентре культуры и молодежной политики. Фольклорный праздник «Смоленский рожок. Возрождение». Впервые в Десногорске. Премьера фильма о легендарных музыкальных инструментах Смоленского края. Вы встретитесь с режиссером и создателями фильма. Только для вас. Мастер-классы по народным ремеслам, гончарное дело, ткачество, куклы, ручная набойка на рубахах, полотенцах. Для зрителей выступления лучших народных коллективов Смоленщины. Вход свободный. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете знакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках в Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok